Боевые действия будут идти до тех пор, пока Украина не сдастся. Единственное условие для начала мирных переговоров – демилитаризация. Прямо сейчас на Украину летят десятки ракет. Ой, как им не нравится-то, а? Ну что, Белгород спишь? Новый удар украинских формирований Пашибекина в Белгородской области. Белгород спишь? Стальной конь в Орловской области. Утром там, по предварительным данным, подорвался беспилотник. Было сначала два громких хлопка. Пусть ощутят, что это такое. Заявление различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшивудов, якобы российских ракет, является намеренной провокацией. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. А ведь это, если обратить внимание, очень похоже на МХ-17 истории. Ну что, объявить нам войну? Ну хорошо, дальше у нас 6 тысяч боеголовок, наконец-то приступают к действиям. В конце прошлого года Пентагон провел компьютерную игру, результаты которой показали, что в результате удара по крупной и высокоразвитой стране с применением от 3500 до 4000 единиц высокоточного оружия, в течение 6 часов будет практически полностью разрушена ее инфраструктура, и государство лишится способности сопротивляться. Наш президент – это разведчик. Он умеет все просчитывать на несколько ходов вперед. Да, отступление из Киева, бегство из Харькова, добровольная сдача Херсона. Вот как минимум на три хода вперед все было просчитано заранее. Путин просто такой гениальный разведчик. Он даже отступление просчитывает наперед. Вообще-то он довольно серьезный человек, и команда у него не дилетанты, по-моему. Ну, так понятное дело, не дилетанты. Такую огромную, богатую страну за 20 лет дилетанты не растащат. В этом плане команда, конечно, суперпрофессиональная. Гегемонию США устранить. Потому что весь мир под диктовку США. Чем дальше живешь, тем больше думаешь, что надо идти до границы с Польшей. А вот это правильно. Потому что средняя заработная плата в Польше – 1448 долларов. Поэтому надо смело идти до границы с Польшей и там уже просить политическое убежище. Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Здесь, на этом месте, в Корсуне, в Херсоне сегодня, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства. Все современное российское политическое устройство базируется на этой самой сакральности. Окупация Крыма позволила Путину сыграть на псевдопатриотических эмоциях большой части российского населения и начать куда более интенсивно, чем раньше, закручивать гайки. Чего мы с ними там курлы-мурлы играем? Какого хрена вообще еще существует банковая? Чисто символически, почему до сих пор есть Рада? Они на Крымский мост посягнули, на символ новой России. Какой символический объект на Украине мы уничтожили? Миф о российской парламентской оппозиции окончательно испарился. За оккупацию Крыма голосовали представители всех представленных в Госдуме политических партий. А единственного депутата, осмелившегося проголосовать против Илью Пономарева, предали обструкции и принудили к эмиграции. Такой же агент, как Навальный. А ведь еще в декабре 2011 года, всего за два с половиной года до оккупации, участники протестов на Болотной площади выступали против фальсификации итогов парламентских выборов, против того, что у выдвиженцев «Справедливой России», по их мнению, незаконно отобрали депутатские мандаты. В 2014 году было уже совершенно неважно, от какой партии избран депутат, от «Единой России», «Справедливой России» или «ЛДПР». Все равно. А в 2022 году несменяемый лидер «Справедливой России» Сергей Миронов – один из главных и наиболее ярых сторонников спецабасрации. Мы сегодня в этом зале все поддерживаем президента. Мы все поддерживаем специальные военные операции. При этом устойчивость российского нового порядка подразумевала стабильность в Крыму. Все хорошо и все стабильно. Кремль предпочитал скрывать, что превращает украинский курорт в российскую военную базу. Напротив, всячески поощрялась информация о развитии крымского туризма, опровергались сообщения об истощении водных ресурсов полуострова, в противоположность постоянным заявлениям российских и марионеточных крымских руководителей о том, что Днепровская вода не нужна. Как рыбкий зонтик нужна. Окупанты сразу же после захвата Херсонской области запустили Северокрымский канал. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот еще вопрос. Представить себе Крым, на территории которого будут рваться снаряды, думаю, было совершенно невозможно. По крайней мере, постоянным зрителям российского телевидения. Что? Надо, да, надо ехать. Нет, это еще какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик. И вот этот образ стабильного Крыма рухнул у всех на глазах. Если после взрывов на военном аэродроме под Саками российские официальные лица еще могли говорить о неосторожном курении рядом с военными самолетами, то теперь говорят о диверсии. А где диверсии, там и диверсанты. Ну, это происходит опять? Получается, что пресловутые российские спецслужбы, постоянно кого-то отлавливавшие, приписывавшие диверсии кинорежиссерам и журналистам, раскручивавшие дела ради звездочек на погонах и помощи пропагандистам, настоящих вредителей, обезвредить не смогли. И создали дополнительные трудности собственным военным, которые какой уже месяц продолжают утюжить юг и восток Украины. Но, несмотря на разрушение и жестокость, так и не могут добиться серьезных результатов. И удивляться тому, что доблестные российские чекисты не справились, не приходится. Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Спецслужбы Украины и граждане России, и зарубежных государств, которые помогали им в подготовке этого теракта. Спасибо. Министерство лживых дел РФ заявило, что красной линией для России станут поставки Украине дальнобойного или более мощного западного оружия. А что случилось с предыдущей красной линией? Авиабазой вблизи Евпатории и Крымским мостом? Неважно. Если что, можно нарисовать новую красную линию. Где-нибудь за Уралом. НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания. То есть операция продолжается, и она будет доведена до конца. Сценарий сказочный, из области фантастики. Так заявил сам Арестович. По его мнению, Запад может опомниться, передать Украине огромное количество оружия, другой помощи, что, конечно, продлит агония. Источники в немецкой разведке сообщили, что Москва оказывается намеренно продолжать боевые действия. Аж до 2026 года. И Москва, оказывается, хочет освободить Харьков, Запорожье и Днепропетровск.